И последнее. Служить в армии почетно. В этом убеждены бойцы первого отряда юной армии Алданского района. Отряд образовали без малого 10 месяцев назад и сегодня без молодых патриотов немыслимо ни одно мероприятие. Чему научились за время службы ребята и как изменилось их самосознание, расскажут наши корреспонденты. Они несут почетный караул, устраивают показательные выступления, на митингах дают залпы из орудий. Первый и единственный в Алданском районе отряд юной армии был образован в декабре 2016. Без юнормейцев теперь немыслимо ни одно мероприятие. Можно смело сказать, что наш отряд юнормейский, он такой цельный, со своими лидерами, со своими аутсайдерами. Но он именно как единый организм у нас состоялся. Школьники осваивают приемы рукопашного боя, учатся владеть оружием, на теоретических занятиях знакомятся со структурой вооруженных сил. Вместе с ребятами при мудрости наук военных познают несколько девушек. У них не хуже, чем у мальчиков. Гораздо даже может быть в чем-то и лучше. Тот же рукопашный бой у некоторых девушек настолько хорошо получается, что смотришь уже в загляденье. Занятия у бойцов отряда ведут порядка полутора десятков человек. Это сотрудники военкомата, МВД и МЧС. Основное время работы с молодежью возлежит на плечах Алданского станичного казачества. Учения проводятся на пяти точках. Ребята учатся стрелять и бороться, оказывать первую помощь, оттачивают скорость и остроту реакции, незаменимую в чрезвычайных ситуациях. МЧС с нами тоже активно отзываются. И вот хотят в декабре месяце они пригласить, по-моему, 5 или 6 человек юноармейцев и создать ЮДПД. Это юные пожарные дружины. За 10 месяцев службы бойцы повзрослели и возмужали. А крепла физическая подготовка. В рядах юноармейцев возросла дисциплина. Многие всерьез задумались о поступлении в военные училища. Я планирую стать военным следователем, поэтому мне это нужно. Я вообще люблю военное. Все патриотическое люблю. Хочу поступить в военный институт. В будущем планируется создание отрядов при каждой школе. Новобранцам будет на кого равняться. Предполагается, что первенцы юноармейцы станут для сверстников наставниками и лидерами. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.